Десятичасовой баскетбольный марафон прошел на площади Куйбышева. Десятый традиционный турнир Самара Оупен посвящен памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В этом году соревнования стали самыми масштабными по количеству участников и насыщенными по развлекательной программе. Еще вчера Вячеслав Чесноков грезил о профессиональной карьере баскетболиста, но попасть в команду мастеров БК Самара оказалось не так-то просто. Теперь он стритболист и новый формат игры 3 на 3 на свежем воздухе для него новые испытания, а турнир Самара Оупен – первые серьезные соревнования по стритболу в родном городе. В том году у нас сделали ночную лигу первый раз в год, туры, играем, практика, здорово, уже немножко поднимаемся на уровень выше. Если будет проводиться такой турнир не один раз в год, а хотя бы три, это уже будет скачок для всех игроков. Самара Оупен – ежегодный турнир по уличному баскетболу. Мемориал посвящен самарскому тренеру Юрию Тюленеву. Среди его воспитанников – двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова, 20 мастеров спорта и 33 КМСника. Пять человек играли за национальную сборную, многие за куйбышевский строитель. Свои поздравления на церемонии открытия турнира через видеообращение из командировки передал самарский губернатор Дмитрий Азаров. Он впервые за 10 лет не смог сыграть в выставочном матче на Самара Оупен. Я думаю, прекрасная память об этом замечательном человеке, наставнике, этот турнир. Я хочу сердечно поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, из разных стран, для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который стал настоящим праздником для всех любителей спорта в Самарской области и далеко за ее пределами. С каждым годом уровень соревнований растет. 23 площадки, 250 команд из Самарской области и других регионов страны. Впервые матчи прошли в категории «Элит». Здесь играли топ-команды из Польши, Прибалтики, Казахстана и России. Призовой фонд – 1 миллион рублей. По традиции открывал соревнование «Матч звезд» – спортболисты, известные политики, бизнесмены и спортсмены. И когда вас спросят, а что же такое массовый спорт? Вы должны ответить, приезжайте в последние дни августа или первые дни сентября в Самару, и вы своими глазами увидите, что такое массовый спорт. Я желаю всем красивой, бескомпромиссной борьбы, но самое главное в массовом спорте – это здоровье. Болельщикам и спортсменам в перерывах между матчами скучать не приходилось. Организаторы позаботились о разнообразной развлекательной программе. Например, заработанные баллы на баскет ГТО можно было поменять на сувениры и получить призы во время конкурсов по броскам в корзину мячей и телефонов. Финишировал спортивный праздник концертом популярной музыки. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.